Здравствуйте! Это Бит Новости, обзор основных событий, которые так или иначе повлияли на индустрию цифровых денег в июле. Меня зовут Олеся Кузьмина. Поехали! Основная криптовалюта снова удивляет. В июле биткоин показал хороший рост. В какой-то момент он вплотную приблизился к отметке 8,5 тысяч долларов. И эксперты называют это вторым рождением биткоина. А некоторые и вовсе говорят о том, что биткоин вплотную приблизился к большому бычьему ралле. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, если цена криптовалюты удержится на уровнях сопротивления, она сможет продолжить рост. Однако в конце месяца комиссия по ценным бумагам и биржам США во второй раз отклонила заявку братьев Уилкл Воссов на создание привязанного к биткоину биржевого инвестиционного фонда. На фоне этой новости цена первой криптовалюты упала более чем на 3,5% и снова опустилась ниже 8 тысяч долларов. Стоит напомнить, что в конце прошлого года курс биткоина резко пошел вниз и потерял порядка 70% от своих максимумов. В 2017 году крипторынок лихорадила. Потери инвесторов, которые вложились в динамично растущую валюту, оказались существенными. Как следствие всего этого, упоминания в СМИ криптовалют существенно сократились, а значит и снизился интерес к криптовалюте у широкой аудитории. И все же, несмотря на это, цифровые деньги демонстрируют быстрые темпы роста. При этом факторы, влияющие на котировки, не совсем понятны. Чаще всего это все же определенные публикации о биткоинах. Стоит отметить интересную тенденцию. Как только курс криптовалюты начинает расти, возрастает и интерес к ней у масс-медиа. Тема интересна даже госканалам. При этом публикации и телематериалы носят зачастую осторожный характер. Нам всегда спешат напомнить, что государство не несет ответственность за частные деньги. И не стоит спешить в них инвестировать. Я совершенно не волнуюсь, что государство пытается и будет контролировать биткоин. Потому что это совершенно другие технологии. Это просто невозможно. Независимо от того, что государство сделает, биткоин все равно будет сам по себе. Это зависит от того, что совершенно другая юридическая структура вокруг биткоина. Новостью, которая положительно отразилась на курсе биткоина в июле, некоторые эксперты называют встречу министров финансов и глав центра банков G20. Она прошла в Буэнос-Айресе. И действительно, 21 и 22 июля состоялась встреча. А уже 24 июля биткоин преодолел психологическую отметку в 8 тысяч долларов. И вот главный итог этой встречи. Криптовалюту признали не опасной для мировой экономики. А сфера криптоактивов требует контроля. Так говорится в итоговой декларации, которую выпустили участники заседания. Поэтому спецгруппа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег должна заняться созданием стандартов, которые должны быть применимы к криптоактивам. В документе также сказано, что от криптовалют ждут выгоды финансовой системы и международной экономики. Но пока стороны-участницы форума обеспокоены проблемами в сфере электронных денег. Среди них назвали защиту потребителей и инвесторов, целостность рынков, возможное уклонение от налогов, отмывание денег и финансирование терроризма. Тут можно отметить, что терроризм существует сотни лет, соответственно, и его финансирование тоже. А вот биткоины, к примеру, появились только в 2009 году. Но в России снова ждут новшества в законодательстве, причем уже в ближайшее время. Правительство хочет обязать майнеров и владельцев криптовалют платить налоги на законодательном уровне. Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал газете «Известия», что на майнеров и владельцев цифровых активов будут распространяться действующие нормы налогового кодекса. Законопроект о цифровых финансовых активах будет принят в осеннюю сессию Госдумы, также сообщил Аксаков. Он пояснил, что для владельцев криптовалют будут применяться действующие нормы налогового законодательства. То есть речь идет о стандартных 13% НДФЛ, а для юридических лиц налогообложение будет зависеть от классификации бизнеса. Аксаков предположил, что отдельные режимы взыскания налогов могли бы быть прописаны по инициативе правительства. Если захотят отдельно описывать для этих видов бизнеса, то напишут. Пока налоговые вопросы мы никак не описываем. Между тем, впервые в России доход от операций по купли-продаже криптовалюты в июне этого года был включен в налоговую декларацию на Алтае. Об этом сообщила налоговая служба Российской Федерации. Но поскольку пока государство не в состоянии контролировать цифровые деньги, желание платить налоги можно считать актом доброй воли. Кстати, в США, где ранее налог нужно было платить только при обмене криптовалют на наличные деньги, с 1 января этого года ввели налог на обмен одной криптовалютой на другую. Раньше монеты разных криптовалют можно было обменивать без уплаты налога, прикрываясь правилом о равноценном обмене похожих активов. В Канаде криптовалюта считается товаром, что означает обложение ее налогом на прирост капитала или корпоративным налогом. В Южной Корее спектр налогов, которыми облагают владельцев криптовалют, весьма широк. Это НДС, налог на одарение, подоходный налог и налог на прирост капитала. Российская Ассоциация криптовалюты и блокчейна создает реестр компаний, которые оказывают услуги в сфере цифровой экономики. По данным РАКИП, с начала 2018 года российские юридические и физические лица потеряли более 270 миллионов рублей от инвестиций в услуги и сервисы, организуемыми откровенными мошенниками и некомпетентными компаниями в сфере криптотехнологий. Реестр доверенных компаний позволит российским и зарубежным участникам рынка опираться в своей работе на проверенные организации и минимизировать риск мошенничества при создании и развитии российского или зарубежного бизнеса в сфере майнинга, трейдинга криптовалютой, блокчейн-технологий и организации проведения ICO. Реестр состоит исключительно из организаций, которые прошли добровольную проверку благонадежности, финансовой устойчивости, наличия опыта и деловой репутации, отсутствие судебных решений, наличие лицензий и сертификатов, отсутствие задолженностей по налогам и сборам. Благодаря собранной в реестре информации все участники рынка могут найти надежных партнеров. Индия готовится к сентябрю представить криптовалютные законы. В Министерстве финансов этой страны работает специальное ведомство, которое и занимается разработкой нормативной базы для индустрии цифровых денег. Ранее его глава Субхаш Гарк говорил, что законопроект будет готов в июле этого года. Однако местные финансовые регуляторы и Центробанк внесли определенные изменения в документы и отправили его на доработку. 5 июля в стране вступил в силу запрет Резервного банка. Финансовым учреждениям нельзя работать с компаниями, которые связаны с цифровыми деньгами. Из-за этого местной бирже пришлось отказаться от поддержки фиатной валюты. Решение ведомства дважды пытались оспорить в суде, но безуспешно. Финальное слушание по этому делу перенесли на сентябрь. Швейцарская фондовая биржа станет первой в мире, которая начнет торги криптоактивами. При этом из пресс-релиза оператора следует, что речь идет не только о цифровой валюте, но и о предоставлении услуг по исполнению сделок, депозитария и проведении расчетов. Таким образом, СИКС хочет стать платформой одного окна. Планируется, что на бирже будут торговаться и криптовалюты, включая биткоин. В самой бирже считают, что ее статус, как зарекомендовавшего себя традиционного рынка ценных бумаг, означает, что инвесторы смогут больше доверять операциям с криптоактивами. Это начало новой эры для инфраструктуры рынков капитала. Для нас совершенно очевидно, что многое из того, что сейчас происходит в цифровом пространстве, сохранится и будет определять будущее нашей отрасли. Теперь финансовая отрасль должна преодолеть разрыв между традиционными финансовыми услугами и цифровыми сообществами. Разрешения на такие сделки от финансового и банковского регулятора Швейцарии получены. Дата запуска проекта пока не определена, но специалисты не исключают, что речь может идти о первой половине 2019 года. В популярный мобильный браузер Opera добавили криптокошелек. В свежей версии пользователи смогут обмениваться токенами с друзьями, совершать покупки в интернете, при этом не выходя из браузера. На раннем этапе криптокошелек поддерживает только валюту Ethereum и токены стандарта ERC20. В данный момент функция доступна в режиме бета-версии. В ближайшее время она появится в приложениях Opera для Android. Кстати, издание Коммерсант сообщает о взломе в июле сразу двух онлайн-кошельков. Это сервис Банкорзлоумышленникам удалось похитить токены на сумму 13,5 миллионов долларов. Компания при этом уточнила, что кошельки пользователей платформы не пострадали. На следующий день разработчики криптовалютного кошелька MyEasyWallet предупредили пользователей об опасности. На протяжении пяти часов клиенты сервиса, пользующиеся бесплатным VPN-плагином HOLO, могли стать жестами хакеров. Компания рекомендовала перенести средства на другие кошельки. По некоторым данным, эти атаки происходили с российских IP-адресов. В начале июля экс-звезда футбола Рональд Диньо объявил о создании собственного токена на блокчейне NEO. Партнером 38-летнего спортсмена выступила мальтийская компания World Soccer Coin. Цель проекта, в основу которого войдет токен Рональд Диньо, это создание Академии футбола. Она должна заработать уже в марте 2019 года. Маркетплейса ставок на спорт и цифровых стадионов. Объем эмиссии RCS составит 350 миллионов долларов. Пресейл запланирован на 16 августа. Отечественные знаменитости тоже проявляют интерес к цифровым деньгам. Так, россиянка Ольга Бузова выпустила Buzcoin – внутреннюю криптовалюту для расчетов на многофункциональной платформе Buzar. Но на пре-ICO ее ждал полный провал. Собственные криптовалюты имеются у супермодели Натальи Водяновой и рэпера Баста. Ну и о погоде. Набильные осадки, которые в конце июня обрушились на ряд китайских провинций, затопили многие фермы по добыче криптовалюта. Особенно пострадали фермы в провинции Сычуань. Легион славится своими относительно низкими тарифами на электроэнергию и благоприятными условиями для развития майнингового бизнеса. По слухам, именно здесь располагались 70% китайских ферм. По самым скромным оценкам, из мирового оборота было выведено около 30% мощностей по добыче криптовалют. Временный вывод из строя китайских майнеров – это позитивная новость для небольших пулов и частных инвесторов. Ведь пока большие игроки восстанавливают испорченное оборудование, можно воспользоваться отсутствием конкуренции. А на сегодня это все. Подписывайтесь на наш канал. Здесь много интересного о цифровой экономике.